Овощное рагу. Но мы готовили такой, не как мышь готовила. Мелко лук резать не нужно. Помидоры сняли со шкуры, разрезаем еще напополам. Так, жесткую жопку я только сейчас найду. Друзья, запахи здесь просто нереальные. Овощи изрядно подусели. Сейчас деревья все такие красочные, желтые, красные листья, прям вообще, ну, загляденье. И то же самое в тарелке. Это непередаваемое ощущение. Вы знаете, бывает такое время, когда приходишь, думаешь, какое-то мясо приготовить, и не знаешь, что приготовить на гарнир. У меня тоже бывают такие вопросы к самому себе. И овощную рагу приходит на помощь. Поэтому я вас приветствую на канале Борисов ТВ. И мы начинаем прямо сейчас овощную рагу. Первым делом порежем болгарский перец. Все, что нам понадобится, я буду говорить в процессе. Болгарский перец я срезаю просто со стенок. Вот таким вот образом. И все буду нарезать кубиком. Примерно сантиметр на сантиметр. Аккуратненько, никуда не спеша. Нарезаем. С первым перцем разобрались. Делаем то же самое со вторым. Кстати говоря, не сказал о том, что вот это вот место возле шляпки. Кто-то его, кто хочет, срезает. Кто не хочет, отдает детям. Они спокойно дело обглодают. Перец же болгарский очень сладкий. Так, с перцем мы разобрались. Отправляем все в емкость. Мы будем все ингредиенты отправлять жариться, тушиться вместе. Следующий ингредиент это баклажан в сторону попки. Также полосочки примерно по сантиметру. Кожуру мы никуда не деваем, она тоже идет в блюдо. Нарезали и спокойненько нарезаем сначала на полоски, а потом на кубики. Баклажан также отправляется к болгарскому перцу. И перейдем к кабачку. С кабачком делаем то же самое, что и с баклажаном. Единственное, я бы порезал его сначала пополам, а потом уже на слайсы, полоски и кубики. Кабачки готовы. Отправляем к баклажану и болгарскому перцу. И переходим к чесноку. Чеснок я не буду ни давить, ни натирать. Я просто нарежу его на тонкие-тонкие слайсы. Я хочу, чтобы, во-первых, осталось немного текстуры чеснока, а во-вторых, просто его запах. Я хочу, чтобы было его присутствие в блюде, а не чтобы он растворился в небытии. Чесночок уходит. Следующий ингредиент томаты. Разрезаем сначала напополам, потом на четвертинки. Убираем плодоножки. Режем еще раз. Вот таким нехитрым способом удаляем. А что же мне прорезает-то все? Кожуру. И бескожурный кусочек уходит в сторону. То же самое проделаем со всеми остальными. Помидоры сняли со шкуры. Разрезаем еще напополам. И вот такие же кубики. Здесь особо мельчить не нужно, потому что помидор у нас все равно разойдется. Раз. И на несколько кусочков. Делаем то же самое. Здесь даже резать не надо вот так. Тоже, чтобы было примерно сантиметр на сантиметр. Помидоры перегружаем. Ставим сковородку на нагрев. Я поставлю на пятерочку из десяти. Для начала пару-тройку ложек растительного масла. Пусть пока нагревается. А я нарежу лук. У меня такая большая луковица. И здесь в чем суть? Мелко лук резать не нужно. Я хочу, чтобы также осталась небольшая его текстура. Лук станет сладкий, не агрессивный. Поэтому вот такие вот фракции у нас получаются. Он все равно в процессе разойдется. Но мы его будем чувствовать. Если все-таки не нравится, можно порезать мелко. Но в данном случае я вас уверяю, что резать мелко не стоит. Отправляем лук в сковородку. Ага, уже я слышу шипение. А это значит, что процесс жарки сейчас начнется. Равномерно распределим. И я займусь морковкой. Морковку я буду резать слайсами. Тонкими-тонкими слайсами. Примерно по миллиметру. Морковь. Также загружаем к луку. Друзья, запахи здесь просто нереальные. И все обжариваем до легкой золотистости. А пока у нас морковь с луком жарится, что я сделаю? Чайная ложка соли. Пол чайной ложки перца. Чайную ложку паприки. Чайную ложку хмели-сунели. И немного растительного масла. Пока я здесь перемешиваю. Ага, процесс идет очень хорошо. Появляется лук уже, смотрите, стал прозрачный. Я думаю, что буквально через 2 минуты мы загрузим остальные овощи. А пока мы перемешаем остальные ингредиенты. Смотрите, какие краски. Я думаю, что это заключительный сегодня день, когда я могу все вот это взять со своей грядки. Дальше уже будет холоднее. Лук подрумянился, а это значит, что я готов выгружать овощи прямо в нашу сковородку. Аккуратно, не спеша. Все отправляется на огонь. Нагрев я сейчас поменяю. У меня сейчас на пятерки. Но нагрев очень интенсивный. А мне нужно, чтобы он был такой щадящий. Поэтому я сделаю тройку из десяти. Только перемешаю сначала. Аккуратно перемешиваем. Троечка из десяти сейчас у нас пойдет. И на 30-35 минут оставим все это дело в покое. Ну, один раз я, наверное, перемешаю. Распределяем равномерно и накрываем крышкой. Все, вернемся к рагу. Через 15 минут посмотрим, что у нас здесь будет получаться. После первой 15-ти минутки настало время перемешать. Овощи изрядно подусели. Сейчас их главное не сломать. Перемешиваем, значит, из-под низу наверх. И оставляем еще минут на 15. 30 минут позади. И мы готовы к тому, чтобы положить на эту тарелку и попробовать, что же в итоге получилось. Выгружаем. И на украшение я обязательно возьму нарезанные петрушки. Вот так вот. И осталось нам только попробовать. Я сейчас смотрю на эту тарелку. И хочу сказать, что здесь и за окном это одно и то же. Сейчас деревья все такие красочные. Желтые, красные листья. Прям вообще, ну, загляденье. И то же самое в тарелке. Осталось только попробовать. Я взял ложку, не вилку. И я не хочу, чтобы ни одна капля этого чудесного сока никуда не делась от меня. Мамма миа. Несмотря на то, что горячее, это божественно вкусно. Я хотел сказать, это краски лет. Хотя нет, это краски осени. Очень насыщенно. Каждый овощ чувствуется. Кислинка от томата. Сладость лука. Вот этот вот какой-то неповторимый вкус баклажана. Особый. Статус этому блюду придает черный молотый перец. Вот он прям чувствуется, как он попадает на язык. Это непередаваемое ощущение. И хочу сказать правильно, что мы чеснок порезали слайсами. Я его вижу, я его чувствую, и он мне нравится. Ладно. Пойду доедать. Я с вами прощаюсь, друзья. Я вас благодарю за просмотры. Обязательно поставьте лайк этому видео. Поделитесь им со своими друзьями. И здоровья! Слушай, это реально вкусно. И это бывает, что ешь вроде вкусно, а вроде невкусно. Но это реально вкусно. Как говорят, не по сути вкусно, а по вкусу.